Ребята, данная тренировка с данного ролика элементов длилась всего 10 минут, и за эти 10 минут случилось очень много чего бредового, трешового и невероятного. Приятного просмотра! Ребята, как я вам и обещал, за то, что вы собрали 5000 лайков под одним из предыдущих видео, я снимаю видео о том, как я тренирую 360 на Махе Назад. Приятного просмотра! Если тебе нравятся мои видео, ты пока что смотришь их неподписанным. Почему, братан? Welcome! Добро пожаловать на канал! Подписывайся! А мы начинаем! Итак, ребят, я решил, что в ролике я буду вставлять абсолютно все попытки элементов, которые я тренирую. Для того, чтобы вы, в принципе, видели, как эти элементы делаются, и видели, что я делаю не так, и, возможно, у вас есть схожие ошибки, и вы будете их замечать вместе со мной, будете их исправлять. Вот, начинаем. Давайте я делаю первую попытку 360. Ребят, в данный момент ошибка моя состоит в том, что я вроде, ну, я реально все четко делаю, все круто, офигенно, но я кручусь, как мертвый тюлень. То есть, слишком медленно и плавно. Прикиньте, сделал больше, чем 360 градусов. Как мне кажется, уже немножко лучше получается. Заметил фишку, когда я кручусь, вроде как все, ну, нормально, вообще четко крутюсь, и в конце, я не знаю, зачем, вот так руку опускаю. То есть, я разгруппируюсь и руками просто себя останавливаю, останавливаю свою крутку, поэтому сейчас попытаюсь от этого избавиться. Избавился. Немножко отдохну. Первый подход, считайте, взял. Бывают такие моменты, когда вроде как цепко взялся, но в полете руки чувствуешь потеют, и просто рука соскальзывает. В те моменты, ну, как-то не очень идет 360. Бля, ребята, так все хорошо шло. Короче, я сорвал мозоль. Я не знаю, пробовать еще, либо нет, потому что если... Ты, смотрите. Если я буду пробовать еще, то мозоль просто сюда по пальцу сорвется, и это будет очень больно, и выпаду с тренировок очень-очень надолго. Поэтому сейчас разумнее, мне кажется, оставить пока что этот элемент на следующий видос. Блин, а давайте-ка я попробую сделать 360 с упора, там вроде как можно схватиться пальцами. Попробуем. Бля! Маляев. Левая ягодица. Как же я грохнулся. Без шуток я сейчас так ударился, что это просто... С порванным мозолем сейчас все не так радужно будет. Просили влоги? Получайте влоги с тренировок. Вторая рука, второй мозоль. Поехали. Красава, бля, хамуха. Вроде как это последняя попытка лучше. Но я понимаю, что мне нужно стрелять ногами вверх, но я не понимаю, как это сделать в движении. То есть, мне кажется, когда я делаю, что я уже прям вот так стреляю ногами. Скажу, я шел на эту тренировку с уверенностью, что я сделаю 360, потому что, ну, я понимаю уже технику, сами видели. Я уже в одной из последних попыток коснулся двумя руками за турник. И мне осталось схватиться за турник. Но я не схватился из-за того, что я не ожидал даже того, что я, ну, вот так сильно развернусь. Но если бы я свежий, в принципе, пришел на тренировку, не с такими руками, то, ну, вероятность, что сорвется мозоль, очень маленькая была. И я бы за это время, мне кажется, сделал 360. Короче, мой старый подписчик, которого я когда-то учил элементам на турнике. Чего, на турнике вернулся? Да. Красава. Смотри, что новое научился, сейчас покажу. Давайте, ребят, все-таки напоследок. Мой подписчик меня вдохновил. Сейчас я попробую сделать X-Villet, еще пару попыток, несмотря на мозоли. Лучше, реально, X-Villet, мне кажется, намного легче, чем 360. Кто шарит динамики, напишите в комментариях, что легче. Но мне легче X-Villet, реально, пока что. Зря, ой, зря. Неделька минус. Ребят, если честно, динамика очень-очень бесит меня в последнее время, потому что, ну, она реально пока что легкая у меня получается. Даже в этом ролике буквально пару попыток сделал, и, ну, офигенные последние попытки были. Если бы не эти мозоли, в принципе, бесят не динамика, а эти мозоли. Просто буквально на каждой тренировке руки в хлам. Если бы я сейчас не остановился, руки бы по звезде пошли, снова бы две недели-три отдыхал. В восемь лет я тренировал базу, ни разу не срывал мозоли. Здесь на каждой тренировке. А еще меня бесит этот карантин, когда откроют парикмахерские. Я хочу постриться, я хожу как цыган какой-то. При всем уважении к цыганам. Роза, кто меня третит? Ай, красотка, всегда меня встречает. Идем, кушать нам. Ребят, я тут подумал, вы просили меня снять 24 часа глазами Алексатуре. Так что, welcome. 24 часа глазами Алексатуре начинается. Итак, ребят, по традиции в каждом ролике я отвечаю на несколько самых интересных вопросов с комментариев. И в этом ролике первый вопрос. Прикольный вопрос. Когда я стану норм в динамике? Ответ. У меня нету цели стать норм в динамике. Мне нравится база. То есть подтягивания, выходы над вес весом, различные такие силовые упражнения. И я уже более чем норм в базе. А динамику я тренирую чисто для того, чтобы вам было интересно смотреть видео. Чтобы я не просто там подтягивался на турнике, там качался и так далее. А и делал что-то, ну, непривычное для меня. То есть крутиться и так далее для меня очень непривычно. Особенно с моим весом. Поэтому, возможно, в будущем я буду учить такие более сложные элементы, как 720 и так далее. Вот. А пока что учу 360 и X вылет. Все с чего-то начинают. Следующий вопрос. Очень-очень забавный вопрос. Парень спрашивал по поводу Road to the Dream. Как я отношусь к Road to the Dream? И почему вокруг Road to the Dream очень много негатива? У них прикольная одежда. Мне нравится одежда, поэтому я ее ношу. Негатива, в частности, вокруг Road to the Dream много из-за того, что там очень-очень много дурачков. Иначе их не назову. То есть, ну, блин, окей, давайте ребят, которые не просто там, окей, смотрят Вайтенка, Игоря Вайтенка, носят одежду. А просто тупо пытаются скопировать Игоря. То есть, ребята там снимают ролики в Инстаграме на Ютубе свои. И у них не просто вот подача, да, как у меня, типа. Ребят, всем привет в этом ролике. Ну, от себя, то есть от души, чисто искренне рассказывают. А у них что-то наподобие вот такого. Сейчас я вам покажу. Бум! Отжимания такие! Отжимаемся! Брат, топи, зато к соседей! Белок от ажурток. Из-за этого много негатива в сторону Road to the Dream. Ну, скажу вам честно, я максимально недоволен тем, что я не научился уже в этом ролике этот элемент. Но в то же время я и очень доволен тем, что я сделал всего 10 попыток и уже настолько круто получается. То есть, я уже практически сделал. То есть, коснулся обеими руками, пальцами и не взялся за турник чисто из-за того, что не успел среагировать. Я так смотрел мельком на Ютубе. Я видел, что ребята учатся 360 там по 2-3 месяца некоторые. И то, что уже реально за несколько попыток так круто получается. Это круто. Мне нравится. Я, честно, не мог даже подумать, что в первые 10-15 минут ролика сорвутся мозоли на обеих руках. И чтобы вам дать до конца понять, насколько бредово получилась эта тренировка, я пришел на тренировку. И прошло буквально 9-10 минут. Все, что вы видели в ролике, это вся тренировка. Я сорвал мозоли на обеих руках и все, ушел домой. Найс, тренировка. Если вы знаете, как бороться с мозолями, кто более опытный в динамике, пожалуйста, помогите мне. Напишите в комментариях, как вы боретесь с мозолями, чтобы буквально на каждой тренировке динамики не срывать. Ну, блин, в принципе, как я и говорил, динамика это очень просто, намного проще, чем силовуха и статика. Вот, если бы не эти мозоли, то просто вот, как семечки. Мозоли это единственный минус динамики. И, конечно, напишите, пожалуйста, в комментарии, как вам вообще мои первые попытки. Как вам эта тренировка пристрельная, можно назвать, потому что я просто сделал пару попыток и попробовал технику этих элементов. И, конечно, напишите, подскажите, кто более опытный в динамике, как мне быстрее научиться данные элементы. И в следующем видосе я уже обязательно сделаю эти элементы. Давайте наберем 5000 лайков, и я обязательно сделаю все эти элементы в одном ролике, либо в двух. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!